Моя бабушка живет в России Добрый день дорогие друзья Мы продолжаем программу посвященную пенсионным проблемам У нас в гостях представители Пенсионного фонда Российской Федерации Олег Михайлович Полохов, начальник департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц проживающих за границей И Сергей Александрович Черков, начальник департамента организации назначения и выплаты пенсий Вопрос, как я понимаю, сложный и личный, нам написал телезритель Как начисляется пенсия? Дальше он, очевидно, свою историю рассказывает Я военный пенсионер, получаю пенсию от Министерства обороны Российской Федерации в Израиле с 1994 года После службы в армии еще 7 лет работал на полную ставку доцента в университете Обратился с просьбой о начислении пенсии за эти 7 лет Начислили 980 рублей Как проверить правильность начисления? Может ли пенсия за те 7 лет быть меньше страховой пенсии? Может ли обыкновенный человек сам высчитать размер своей пенсии? И влияет ли, допустим, получение пенсии из Министерства обороны? Вот это прям другое Взрите в корень, как говорится Потому что в России действительно военные пенсионеры могут получать две пенсии Это для них льгота такая существует Первая пенсия, это такая основная, базовая От Министерства обороны, от МВД, где они служили, исходя из того Она достаточно высокая, больше, чем страховая А вторая пенсия им платится Если они после увольнения с военной службы работали на гражданке То есть, ну, какое-то количество лет Вот наш зритель, получается, 7 лет отработал на гражданке доцентом А вот за эти годы ему пенсия может быть назначена Но она, конечно, считается уже с ограничениями Которые не существуют для других обычных людей Кто не работал, не служил в армии Например, там не платится фиксированная выплата Такая вот есть часть, базовая В России для всех пенсионеров Она по сумме для всех одинаковая Им она не платится Поэтому у них пенсия, конечно, ниже, чем у обычных людей А то, что касается размера конкретного лица То здесь просто необходимо обратиться в Пенсионный фонд России Еще раз, да Просто с просьбой пояснить Можно это сделать в электронном виде На сайте нашего департамента есть электронная приемная Кто-то прошел дать мне расчет пенсии И объяснить, почему такой размер Потому что, конечно, человек работал до 1994 года в России Тогда размер пенсии у нас зависел от стажа И от заработной платы, от средней Такой, знаете, за два последних года Перед выходом на пенсию, например Надо смотреть Может быть, у него там был маленький заработок Может, он вообще его не подтвердил И тогда, если, например, он заработок не подтвердил Мы ему поможем поискать другие документы Заработки, если есть возможность То есть, можем помочь Да, мы обязаны помогать И помогаем, нацеливаем наши территориальные органы Чтобы они оказывали всяческое содействие Гражданам в поиске документов Потому что ясное дело Что из Израиля их искать гораздо тяжелее Чем непосредственно России Ясно, едем дальше Как решается по выплате пенсии Бывшим жителям Крыма? Ну, очевидно, крымчане спрашивают В отношении жителей Крыма Как проживающих в настоящее время На территории Российской Федерации Так и в рамках реализации нашего договора Подход единый Если лицо имело на 18 марта 2014 года Проживание на территории Крыма Или Севастополя И российское гражданство То тогда периоды работы на Украине Считаются как периоды работы в Российской Федерации Если же это условие не соблюдается То к такому лицу в полной мере Применяется соглашение стран СНГ 92-го года Согласно которому Пенсионирование человека Осуществляется по законодательству Государства проживания То есть, если он живет Ну, жил, переехал бы там, скажем, в Киев Да, то Но если он до Приехал, допустим, в Израиль До того, как объявили О присоединении Крыма к России То есть, он не получает Он не вправе А если после, то может Это общее правило Как для лиц, проживающих на территории России Так и выезжающих за границу Проживание на 18 марта 2014 года Ну, кроме тех случаев Когда у него есть стаж работы в российских регионах Ну, он умеет Нет, российские, да Разумеет В СССР Тут и такой есть нюанс Да Окей Здесь, опять же, подход совершенно Одинаковый для тех, кто живет в России И для тех, кто выехал в Израиль Окей, ну, это повтор вопроса Обязательно ли оформлять российский паспорт Для получения российской пенсии Выехал из России Ну, это такой актуальный вопрос Поскольку раньше было такое требование Да, а сейчас уже Ничего не надо Далее Вступлением с 1 января 2015 года В силу закона Подкованные у нас телезрители Вступлением с 1 января 2015 года В силу закона о страховых пенсиях Пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительства За пределы России Выплачиваются только на территории Российской Федерации Пенсии, назначенные до 1-1-15 Выплаты которых осуществлялись путем Перевода за пределы Российской Федерации Начисляются в прежнем порядке И вопрос Не собираются ли Российская Федерация Изменить этот порядок И выплачивать пенсии Всем иностранцам Только на территории Российской Федерации Смотрите, да Здесь телезритель совершенно верно отметил Что с 1 января 2015 года Внесено изменение В российское законодательство пенсионное Которое предусматривает Что выплаты пенсии Ощеляются только на территории Российской Федерации Естественно, кто реализовал право на перевод пенсии За границу до этого Это право сохраняется И мы его продолжаем Исправно реализовывать С вступлением в силу договора У нас ситуация поменялась Поменялась в лучшую сторону Согласно договору Человек может выбрать Получение пенсии Как на территории стороны Назначившей пенсию Так и посредством ее перевода На территорию государства Место жительства То есть, если Получается, что житель Израиля Сейчас обращается за пенсией По договору То он выбирает Где он хочет получать Либо на территорию России Он может открыть Через своих родственников Счет в банке И получать деньги на счет И потом приезжать в гости И пользоваться этими деньгами Либо он может написать заявление Чтобы ему деньги перечисляли На его счет Здесь, скажем, в Тель-Авиле И мы будем ежеквартально Эти переводы осуществлять Разница, да Только в России ежемесячно А в Израиле будет ежеквартально перечисляться У меня просьба к вам, друзья Мы до эфира с вами беседовали И вы подчеркнули Что очень мало сейчас Россиян обращаются за пенсию Вот будьте добры Расскажите об этом Почему у нас Вы говорили, что Претендующих Мало Мало, конечно Договор только силы вступил Да, Александр получается Ну вот буквально Полтора месяца работает И что надо знать Нашим слушателям Зрителям, извините О том, что В рамках договора международного Право на пенсию Реализовывается очень удобным способом Раньше как было Необходимо было человеку Самому документы собрать Обратиться в консульство Заявление направить, заверить По посте отправить и так далее В рамках договора Человек должен обращаться За российской пенсией Ни в консульство Ни в российский пенсионный фонд То есть в консульство Не надо Да Надо обращаться В институт страхования Израиля Битах и Леуми Они наш партнер При этой работе Они заполняют необходимые документы Заверяют эти документы То есть совершенно бесплатно Для человека То есть уже насколько это удобно И направляют в пенсионный фонд России То есть обращаться надо Именно сюда В Национальный страховой институт Израиля Битах и Леуми И при этом Дата обращения Битах и Леуми Будет дата обращения В пенсионный фонд Все сделано для удобства и пенсионных прав граждан. — Черт возьми, даже не верится. И вот мы с коллегой встречались, они сказали, что они уже приняли 9000 заявлений, но это достаточно большое количество за полтора месяца, поэтому у нас по циркам конечно мы понимаем, что Израиль нам далеко не чуждая страна, здесь много живет наших соотечественников, выходших. — Бетохлюми, извините, отбирают хлеб у ферм-посредников. — Ну это может быть, мы не знаем таких нюансов, но в этом и смысл договора, должны быть удобнее люди людям, а не каким-то там может быть смысл договора. — Согласен. — Следующий вопрос у меня лично вызвал улыбку, может быть и вы улыбнетесь, наши зрители вместе с нами улыбнутся. Конвенция о социальной защите нам пишет, дает право израильтянам, получающим израильское пособие по старости, продолжать получать его вне зависимости от места жительства в Израиле или в России, не приведет ли это к тому, что израильские пенсионеры массово ринутся жить в Российскую Федерацию. В России на нищенское и израильское пособие по старости можно жить припевающе. Ну тут цифры приводятся, кто сколько получает, мы не будем приводить. — Это вопрос такой интересный, тут можно сказать, что мир свободен, сейчас открыт, люди могут уехать куда угодно, с израильским паспортом вообще, я понимаю, нет никаких физовых ограничений. В любую страну, где им будет комфортно жить с точки зрения своих доходов. Это общепринятая практика, мы так с коллегами общаемся, так просто для сведения, для смеха, например, германские пенсионеры уезжают жить в Таиланд сейчас активно, потому что на немецкую пенсию в Таиланде можно хорошо существовать, пользуясь, так сказать, еще и солнцем круглогодичным. Или в Испании то же самое, у них есть такая проблема. Не то что проблема-то, но это жизнь, ничего не сделаешь. Поэтому это право каждого человека перемещаться так, как он хочет, исходя опять же из уровня доходов, желаний, возможностей. — Только здесь, конечно, надо учитывать, что мы сейчас говорим о пенсиях, назначенных по договору. — Да, конечно. — Если человек назначит пенсию по договору и переселится в Россию, Таиланде действительно должен будет продолжить выплачивать пенсию в том размере, в каком ее назначил. Что касается пенсий назначенных израильских до вступления всего договора, то здесь вопрос надо задавать институту. — То есть надо уточнять у них, какая ситуация. И если, например, человек выйдет не в Россию, а в Белоруссию, какое там регулирование? Потому что я понимаю, что у Израиля нет договора с Белоруссией в этой части, поэтому какие там правила, надо проверять, естественно. — Согласен. Очень точное замечание, кстати, очень правильно. Вопрос этот уже следующий от меня. Я, когда готовился к программе, почитал интервью господина Кудрина в «Аргументах и фактах», он меня слегка напугал, если честно. Вот этим обусловлен вопрос. Так вот, вопрос так звучит. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин в интервью «Аргументам и фактам» объяснил тот факт, что в шестнадцатом году впервые не была проведена индексация пенсий дефицитом пенсионного фонда, чем вызвал легко объяснимый переполох. Затем на своей стране в Твиттер он пояснил, что денег в бюджете, дескать, хватает на восполнение дефицита пенсионного бюджета, пенсионного фонда России, но не хватает на дальнейшее развитие. Я, честно говоря, ничего не понял. Вопрос такой философский, знаете, теоретический вопрос. Споры, как и в любой стране, у нас постоянно споры между экспертами, аналитиками, финансистами, юристами о том, что такое пенсионный возраст, должен ли он повышаться, не должен повышаться. И сразу с точки зрения. Могу сказать следующее, что в стратегии развития пенсионного системы, которая была правительством России утверждена в конце 2019 года, документ достаточно свежий, там нет ни одного слова про повышение пенсионного возраста, потому что это такой вопрос, который требует всестороннего анализа. Поэтому пока таких планов нет, а в стратегии это не зафиксировано. По поводу еще вещей, связанных с наполнением бюджета, то надо понимать, что действительно деньги в бюджете Российской Федерации есть, в бюджете пенсионного фонда есть на все эти вещи. Индексация в прошлом году была, тут надо тоже заметить, что это ошибочка. Индексация была, конечно, была проведена индексация, на четыре с лишним процента она была. Может кто-то больше хочет, но это как все люди, сами знаете, больше хотят, это логично. Поэтому надо помнить, что все обязательства пенсионного фонда исполняется срок, и деньги есть. И есть специальный закон о пенсионном страховании в России, где прямо написано, что все обязательства финансируются, а государство несет субсидиарную ответственность по всем обязательствам. Поэтому у нас система в этом плане устойчивая. – Переживать не стоит. – Да, не стоит. – Окей. И последний, наверное, вопрос, который я адресую. Тоже вредно иногда много читать. На сайте газеты «Ру» я прочитал разбор вот этих полетов кудринских, и там были всякие комментарии. Меня тоже отчасти напугал комментарий некоего товарища Сергей Звенигородский. Он директор развития агентской сети УК «Солид Менеджмент». Так вот, он заявил, что, к сожалению, ситуация с наполнением бюджета Пенсионного фонда России в течение нескольких лет существенно ухудшится. Количество пенсионеров постоянно растет, а их полного замещения не происходит. Около 700 тысяч новых пенсионеров в год выходят на пенсию сверх того количества молодежи, которые выходят на работу. Конец цитаты. В Пенсионном фонде согласны с таким мнением, с такой статистикой или вы располагаете… – Значит, требуют детального анализа такие вещи. Вот такие, знаете, вещи, они требуют детального анализа. Конечно, надо понимать, есть объективные факты. Сейчас на пенсию выходит действительно многочисленное послевоенное поколение, да, которое, слава богу, оно было многочисленным, выходит на пенсию. Во-первых, они продолжают работать, многие из них. У нас низкий пенсионный возраст по отношению, да, сравните с Европой – это раз. Во-вторых, значит, и молодежь идет работать, есть миграция, опять же. Это такие вопросы, которые, знаете, требуют, мне кажется, научного изучения, чтобы можно было так заявлять. Могу сказать одно, что все обязательства выполняются Российской Федерации по отношению ко всем пенсионерам, проживающим внутри страны и за пределами Российской Федерации. Поэтому мы проблем здесь не видим, и вот пенсионный фонд исполняет свои функции, соответственно, законодательства. А, кстати… Собираемый взнос, кстати, у нас увеличилось. Да. Вопрос по этому как раз поводу, по ходу у меня возник. Мигранты, те, которые работают, приезжают в Россию работать, они в пенсионный фонд делают какие-то числе и деньги зарплаты? Да, да, конечно. Общее правило – с первого дня прямо работы они должны платить взносы. За них платятся взносы, причем надо понимать, что у нас такая система в России, она отличается от многих европейских, что взносы платит сам работодатель, и он за это ответственен. Не человек платит, человек в этом не участвует. Но у нас тоже не участвует. Часть работодателей… Да, у вас такой европейский подход, а у нас еще, скажем так, советский. Мы его одобряем с точки зрения, как сами граждане, для смеха. То есть, у нас платят 22% работодателей с фонда оплаты труда, с доходов человека дополнительно. Что ж, спасибо, друзья, за очень подробный и интересный рассказ. Я думаю, наша программа будет пользоваться большой популярностью у израильтян. И не стесняйтесь оформлять российские пенсии. Спасибо. Да, пожалуйста. Если можно, я, пользуясь случаем, сделаю небольшое объявление. Вопрос касается, не вопрос, это мое объявление касается лиц, которые сейчас обращаются за пенсией по договору. Если у человека нет на руках документов о стаже, о заработке, по этому поводу переживать не нужно, достаточно прийти в битуах, ну, когда у человека возникает право на пенсию, достаточно прийти в битуах Леуми, написать заявление на российскую пенсию и заполнить бланк, в котором указать, где, когда он работал, с тем, что пенсионный фонд оказал ему содействие в розыске этих документов. И все. Он это все оставляет в битуах Леуми, битуах Леуми отправляет нам, дальше мы сами все решаем. Если у него сохранилось, привез он незаконно сюда, запрещалось ведь привозить трудовые книжки. Но если кто-то привез трудовую книжку с собой, он тоже должен ее принести. Нет, если он привез, то, конечно, нужно обязательно принести. Если же у человека ничего не осталось, то он добросовестно все сдал, где положено, то он просто пишет, где он работал, чтобы мы обратились в те архивные организации, где эти документы хранятся. Потому что в большинстве случаев, конечно, архивы сохранились все. – А если бы предприятие закрылось? – А вот они сдавались в муниципальные, районные и городские архивы. – Да, это надо искать, просто будем помогать. Тут просто немножко добавлю, что в России сильно изменилось законодательство. В этой части есть закон о государственных услугах, согласно которому те документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, всяческого муниципальных, региональных, федеральных, мы не имеем права требовать от человека. Мы должны их сами, органы пенсионного фонда, истребовать. То есть, чтобы человек никуда не ходил, не искал, не тратил средства, время и так далее. Поэтому и коллегам тоже, точнее нашим зрителям будем помогать искать документы, соответственно, и в архивах. Архивы сохранились, слава Богу. Поэтому единственная просьба там – писать более точно, где человек работает. Потому что, конечно, люди давно выезжали, у нас многое поменялось, сами понимаете, названия даже городов поменялись. Поэтому вот это надо уточнять. – Спасибо огромное Вам за это интервью. Спасибо, что нашли время к нам прийти сюда и сделать столь важные пояснения. Спасибо, искренне говорю, спасибо. По крайней мере, я с оптимизмом смотрю теперь вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо Вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Смотрите ИТОН ТВ. ИТОН ТВ ИТОН ТВ